Звук пропал опять, да? Боже мой, ну что это такое? О, теперь есть. Ура! Ура! Все, запись есть, звук есть. Сейчас еще раз в настройки зайду, чтобы перепроверить, есть запись или нет. Все, запись есть, ура! Я уже намучилась, какой раз, да? У нас то записи нет, то звука нет, то звонит. Ура, ура, ура! Я запись выложу здесь, в телеграм-канале, видео в телеграм-канале. И на YouTube продублирую. Те, кто смотрит на YouTube меня, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы вы меня по тысячу раз не спрашивали, как посмотреть твое видео, не пропустить, чтобы вам уведомления приходили. Это специально, просто мне некогда было, а сейчас все топ. Вот сейчас час прошел моего эфира, он не записался, к сожалению. Темы были интересные, очень много всего я рассказывала, как обычно. Вот, ну, повторю еще миллион раз в других видео. Сегодняшняя тема очень интересная. Я не буду отвечать на вопросы, но буду читать, что вы пишете. Я хочу вам рассказать очень интересный случай, который со мной произошел в 91-м году. Я закончила первый класс, мне было 8 лет. Это произошло на Камчатке. Я тогда жила летом, каждое лето у бабушки. Маме было 19, когда она меня родила, у нее там кульки еще на уме, поэтому на все лето она меня отправляла к бабушке. Бабушка у меня работала диспетчером в электрических сетях, то есть все, что связано по всей Камчатке с электричеством. Она часто, как диспетчер, разговаривала с разными районами Камчатки, далекими. И там одна женщина, которая жила то ли в Корфе, не помню, то ли... Я сейчас не вспомню название, что-то крутится у меня, похожее. С какого-то дальнего поселка. И мой дядя, мамин брат, который с нами жил, он ушел в армию. И эта женщина с далекого поселка приехала к бабушке и осталась у нас на две недели жить. Потому что ее сын тоже пошел в армию вместе с моим дядей. Вот она к нему приехала, его навещает такая небольшая история. То есть какая-то женщина, которая тоже работает диспетчером на другом конце Камчатки, приехала и остановилась, бабушка моя очень добрая, остановилась у нас дома. Днем бабушка с дедушкой работали, а я сидела две недели каждый день с этой женщиной. То есть она целыми днями была со мной. И она в первый день, как приехала, она мне говорит, я хочу тебе рассказать о том, что я нарыла в архивах, я раньше работала в библиотеке. И еще в 70-х, 80-х, не помню каких точно, не буду врать, она изучила предсказания Ностердамуса. И говорит, я знаю, что будет происходить каждый год. Сейчас 91-й год, 1991-й. Что будет в 92-м, 93-м, 94-м и так далее. И она мне по годам, в течение двух недель, каждый день, вот мы утром просыпались, завтракали, она начинала рассказывать и до глубокой ночи. И она говорит, я хочу передать тебе эти знания. Как сейчас помню, мне было это очень интересно. Ей было настолько взахлеб интересно мне рассказывать. Я прям слушала, не перебивая, вот с такими глазами. Очень много всего запомнила. Но сейчас в деталях по годам я не смогу воспроизвести эту историю. Потому что за 32 года в моем сознании уже стерлась четкая вот эта последовательная информация, к сожалению. Я тогда этому не придавала, естественно, как ребенок, значения. Мне просто было интересно это слушать. И она целыми днями, я даже гулять не ходила, о подружках забыла, слушала ее. Она мне по году, каждый год рассказывала, что будет до 2050 года. Потом начала по 50 лет рассказывать, где-то дошли до 2000-го, 3000-го. Потом она мне уже по 100 лет рассказывала. После 5000-го по 1000-е и до 10000-го года мы дошли. Она мне рассказывала, что будет, как будет меняться мир. После 10000-го, говорит, я тебе уже не буду рассказывать. Ну, потому что там уже такая каша пошла, такая лажа. Я расскажу, что будет в 10000-м году. Вот, ну, в этом можно верить, можно не верить. Но все, что я за 32 года наблюдаю, сбылось все. Вот, все. Причем она рассказывала такие вещи, ну, которых еще не существовало, которых не было. Она рассказывала мне все сферы. Политика, войны, технологии, медицина, образование, про болезни, когда какие вакцины, от чего люди там вылечат раз навсегда. И, короче, очень много вот интересных вот этих вещей. И я в классе 3-м, 5-м, не помню точно, села и записала все, что я помнила. Мне вдруг какое-то вот прям такое озарение пришло. Я помню, была вот в старшую класс, переходила, по-моему, с 3-го в 5-й как раз летом. Вот. И я такая думаю, надо записать эти знания, потому что я уже писала. Я очень много книг начала читать. Я с 1-го класса пошла в библиотеку, каждый день заходила туда, брала маленькие книжечки, потом побольше, и уже толстые книжки глотала. И у нас дома большая была библиотека. Я, короче, был книголюб, не гуляющий, сидящий дома и все время что-то читающий, изучающий и так далее. Вот. И я уже хорошо писала к тому времени и записала все, что я помнила по годам. Но потом, когда я закончила университет и переезжала в контакт, мы продавали квартиру. Мой дневник, в котором я зафиксировала максимально точно, там, я не знаю, процентов на 80, все, что я запомнила, тогда еще с памятью у меня было все хорошо. Этот дневник со мной был очень долго. Потом я переезжала, и в складовке все, что хранилось с детства, просто пришли люди, там, за день вынесли все, я не успела этот дневник найти, сохранить. В общем, после этого у меня стерлось, к сожалению, очень много из памяти. Вот. Ну, в общих чертах, расскажу. Плюс еще что хочу сказать. Куда-четыре назад я решила почитать сама Нострадамуса, и что же он такого интересного писал. Почему я это очень хорошо с детства помню. Это вот один момент. И когда я начала изучать, то я поняла, что Нострадамус никогда не писал. Никаких прогнозов по годам. У него были непонятные трои стишья, четырех стишья, пяти стишья, каких-то наборов слов, да, из которых потом раздувают истории, то, что вот Нострадамус предсказал, у него там в предсказании было и какой-то набор слов расшифрованный. Но никто на будущее его расшифровки так и не смог расшифровать конкретно, что, когда, где будет. Как эта женщина, почему она рассказала про Нострадамуса, я не могу понять. И мне закралась эта мысль, что у этой женщины либо вообще не было. И что это за воспоминания у меня такие, что я знала всегда про будущее. Для меня этот вопрос открыт, закрыт, не знаю, темный лес, потому что, ну, не могла она мне четко убежденностью говорить, что читала его архивы по будущему, если их не существует, да. Второй вариант, может быть, то они и были, но они настолько сейчас засекречены, что в фейке в интернете пишут, что у него были только трех стиш, и ничего на самом деле у него не было. Вот, чему верить я не знаю, вот. Но еще придерживаясь такому мнению, да, такой картины мира, какая у меня, вы знаете, что прошлого не существует, есть миллиарды вариантов прошлого, которые мы творим из точки здесь-сейчас. Мы находимся в точке здесь-сейчас, и лучи, да, из этой точки в направлении, они направлены в будущее. И наше прошлое лежит в будущем, так же, как и будущее лежит в прошлом. То есть, если вы представьте на картинке, точечку поставите, и из нее в стрелки. Я скажу вам, нарисуйте будущее, вы нарисуете исходящие стрелочки из этой точки. А потом я скажу вам, нарисуйте прошлое. Куда у вас стрелочки идут? Из этой точки? Ну, то есть, получается, будущее из точки сейчас идет... Ой, прошлое из точки сейчас идет в будущее. А откуда прошлое вообще само по себе идет? Стрелочки можно в эту точку нарисовать, которые идут. Не из нее, а в нее. Но тогда, если за пределами будущее, значит, и прошлое получается из этого же будущего. То есть, по квантовой физике, прошлого, будущего, ну, как бы, не существует. И оно есть здесь-сейчас, в намерной реальности, одновременно вместе с нами происходит. Так вот, каким таким, блин, сознанием я каждый год создаю это прошлое, где мне пришли и рассказали об этом будущем? Как можно было ребенку 8 лет об этом знать? Почему у меня такие воспоминания? Я не могу сказать. Но я знаю, что будет происходить в ближайшие годы очень четко. И я в это, ну, верю на миллион процентов. Потому что в те годы, которые я наблюдала, вот с такими глазами, произошло все в точности вот до этого. Вы, кстати, можете мне в комментариях здесь писать поддержку, что вы меня слушаете, что вы здесь, что вы меня не потеряли. Я хотя бы буду знать, что я с аудиторией. Вот. Что-нибудь пишите на фоне, мне это помогает. Вот. Вообще, интересно вам про это или нет? Как вы думаете, была ли эта женщина, я из будущего сама себе рассказывающая, как одна из версий. Существовала ли эта женщина? Нострадамус ли это был? К чему бы вы склонялись? Я не знаю. Потому что для меня это, ну, прям разрыв шаблонов было 4 года назад, узнать, что Нострадамус не писал такого. Ну, это, ну, интересный, да, факт такой. В 91-м году, с 90 по 91-й, я, когда в первом классе училась, нас определили, самых умных отобрали, определили в компьютерный класс. У нас были макинтоши. Вот. И мы изучали два языка программирования. Через день у нас были занятия бейсика и второй язык забыла. Мы рисовали изначально там эллипсы, круги, квадраты, какие-то вопросы-ответы, то есть строили там целые штуки. Вот. И я примерно понимала, что такое компьютер. На тот момент серваки были, как футбольное поле. Вот. Война закончится, конечно же. Даже не переживайте. Но когда? Сейчас немножко об этом я все... А, Паскаль, да. Вот. Мы там два языка по очереди изучали. У нас это было в программе. И я примерно уже представляла слово компьютер. И когда она мне рассказывала о том, что... Нель, начнем давай с медицины. Я не знаю, зачем я сейчас про это. Я буду последовательно рассказывать, что прям хорошо помню. Она такая говорит. В 96-м году Нир узнает о первом клонировании овечки, о первом клонировании животных. Это будет овечка. И она еще сказала ее имя, Долли. И через пять лет мы узнаем о том, что начали клонирование овечки, которая прожила почти семь лет. После ее смерти официально запретили во всем мире клонировать животных, тем более людей и так далее. Но она еще сказала, что чуть позже, в 2000... Ой, в 98-м году вы узнаете, мир узнает, что первое клонирование животных было в 1960-х годах. То есть в 62-м году это уже была целая лягуха, полная копия нормальной лягухи, которая прожила тоже свою недолгую, но по некому лягухе долгую жизнь. А потом в 2020, в каком-то не помню году, или к 30-му году, мир узнает о том, что был клонирован человек. После 2040-х годов мир узнает о том, что спиди нас в нашем мире, ребят, внимание. Еще в 80-х годах было очень много клонов людей. И наше население уже сейчас, в данный момент, но мы об этом узнаем только через 15 лет, уже наполовину из клонов состоит... Прикиньте! Вот такие дела. Секретная-секретная информация. У меня мандраж, когда я это вспоминаю, у меня просто... Она говорила, что в 2000-х годах, там, 99-й, 2000-й, там, 2005-й годах, люди уже будут клонировать, там, сердце, почки, какие-то органы, которые для богатых проникают на рынок, что это у нас есть и сейчас, и об этом уже многие и догадываются, кто-то и знает, и как бы это даже, может, и не секрет. Вот. Но это для отвода глаз. Люди уже давно клонированные. Первые эксперименты были еще в начале. В 1900-х годах, в нулевых. То есть еще столетия назад клонировали людей. Вот. Потом эти эксперименты были закрыты. Через 15 лет мы узнаем, что есть клоны. Когда официально разрешено будет через 15 лет о том, что разрешат клонировать людей для бытовых нужд, для обслуживания. Плюс будут этих людей делать гибридами вместе с ИИ, то есть искусственным интеллектом. Но это ладно, сейчас буду забегать вперед. Она мне рассказывает, что, Нелли, через 5 лет у тебя появятся, ну, и у людей у многих первые кирпичи, можно догадались какие, что можно будет ходить с телефоном, не домашним, а выходить с ним на улицу, и он будет бесправным. Она, ну, называла, да, это телефон, потому что телефоны были дома. Лет через тоже, не знаю сейчас сколько это, если посчитать, в 40-м, 45-м, 45-м, мы узнаем, что сотовые телефоны были еще в 1800 каком-то году, и ими люди пользовались, поэтому потом эти технологии после войны, о которой история умалчивает, были закрыты для нас. То есть это старые технологии, которыми мы сейчас пользуемся. Эти технологии не новые. Искусственный интеллект технологии – это не новое. В общем, все эти разработки были еще 100-200 лет назад. Ладно, это тоже, ну, интересно, да, но не так важно, к чему я. И она мне говорит, в 95-м году начнутся появляться маленькие компьютеры, которые будут, ну, у людей, которые могут себе позволить, а в 98-м году компьютеры уже будут в каждом доме. У меня действительно в 98-м году был компьютер. Я не помню, может быть, даже раньше. Тоже смазано. Очень сложно за 32-го года, ну, блин, вроде такое, блин, расстояние. И она говорила то, что интерфейс будет настолько понятным, что каждый будет пользоваться компьютерами, которые будут выполнять там просто миллионы задач. И она рассказывала про микрочипы, которые будут практически в любых оборудованиях, что мы будем ходить в дом, все будет включаться по нашему голосу, все будет управляться, что будут телевизоры, которые сначала там эволюционируют какие-то маленькие дощечки, тоненькие, да, это наша плазма потом появилась, там, с управлением ручным. Потом это будет голосовое управление. То есть она это все рассказывала. И все вещи, которые она рассказывала, я видела в фильмах. Понимаете? К 30-м годам у нас уже, это уже есть, у нас уже будут компьютеры, вот этой техники не будет. Компьютеры у нас будут, у кого старые технологии, там, в часах, в очках. Кстати, недавно презентовали в этом году, что изобрели очки, ты включаешь и полностью идешь по улице. И как в фильме «Черное зеркало» можно видеть, ну, на каждом человеке, кто это, что это, вот это здание такое, это адрес такой, то есть везде вот это описание. Вот эти очки уже, они есть, их уже презентовал кто-то, не знаю кто, Билл Гейтс там, нет, не помню, неважно. Это все из позитивных вещей. К 30-му году будут компьютеры, в фильмах они уже показаны, голограмма, просто голограмма, которую видишь только ты, можно ее включить, чтобы видел кто-то рядом с тобой. Вот, когда ты просто управляешь глазами. Причем управлять компьютерами еще 10 лет назад было изобретено, но 3 года назад это вышло в поток. Не все используют. Например, я на своем маке, когда только его купила, 2,5 года назад, 3 уже почти, включила функцию, не пользовалась мышкой и неделю глазами управляла. Можно вот сейчас на маке, у кого есть маки, да, можно открывать окна, закрывать, можно печатать, можно переключать вкладки, можно глазами сейчас, жестами, лицом там разные жесты делать. Там улыбка у тебя открывается, там, не знаю, как, на экране что-то. Вот, если ты закроешь рот, у тебя она может как бы закрыться и так далее. Здесь можно настраивать сейчас лицом, полностью это все. И эти технологии у нас уже редко как будто появились. Но на самом деле они были очень давно созданы. Ну, вот в течение, допустим, последних 15 лет все, что у нас сейчас доступно из технологий, да, они уже были сделаны тогда, лет 15 назад. Вот, а на все про вот эти технологии, то, что мы сейчас видим, там, роботы, парисосы и так далее. Ну, это неинтересно, это как бы, ладно, произошло, об этом я знала. Хорошо. Дальше, по технологиям. Сейчас. Она рассказывала, что где-то в 30-м годам у богатых будет возможность покупать капсулы, в которые они могут ложиться и излечиваться от всех болезней и поддерживать свою красоту и молодость. Об этих капсулах я слышала год назад во многих чатах, что они уже есть, но пока не подвластны для смертных, ну, для обычных людей. Вот. В 30-м годам уже это можно будет кому-то, ну, то есть, да, и приобретать. То есть, это официально будет уже выпущено. Ну, технология тоже есть. К 2000, к 2000 году, к 2010 году, нет, подождите, сейчас скажу, про болезнь, про СПИТ я хотела. Буду хаотично вспоминать, потому что, ну, я не прописывала себе эти моменты. Может, надо на листочек посидеть, повспоминать, позаписывать. Ну, эфир сейчас спонтанный. Что идет сейчас в голову, то и буду говорить. К 2010 году, к 2015 году люди поймут про СПИТ, что она говорила. В 91-м году очень много было пропаганды про СПИД. И вот эта женщина рассказывала то, что люди найдут, лечатся от СПИДы, найдут противоядие. Но что я наблюдаю уже 10 лет? О том, что СПИДа не существует вообще. Ну, то есть, для нас это как бы фейковая херня. Ну, как бы, мир для меня транслирует, что его и не было никогда, что, как сказать, то есть, она рассказывала, что найдут лекарства от СПИДа, а я сейчас наблюдаю, что его вообще никогда и не было. То есть, это иммунодефицит, это вообще не болезнь, проблема с иммункой, и это не заразно, никак не передается, и то, что там показывали в 90-х, это вообще не то. Вот, не знаю, как на это реагировать. Короче, будут найдены болезни от онкологии и рака в 2020-2030 году, вот все, самое сконцентрированное, высокотехнологический бум в медицине и в технологиях, вот все там, в 2010-х, 20-х и 30-х годов, это будет прям самый бум, и рассвет к 40-ым годам у нас вообще просто технологии будут, мама дорогая, вы просто даже себе не представляете. К 35-му году уже она мне говорила будет летающие машины, как помните в фильме, о многих фантастических фильмах, я даже не скажу, про Лилу или... Блядь, название уже не помню, ладно. Когда надземным транспортом мы перестанем пользоваться, и у нас будут летающие такси. Плюс она говорила, что у нас машины полностью уйдут из использования. Сначала будет там крутых куча разных машин, она даже пробовала мне что-то зарисовать, я не знаю, как она от Нострадамуса, зная эту инфу, могла зарисовать мне, она сидела еще, объясняла, ну, может быть, это ее какие-то зарисовки, не знаю. Вот. Она мне рисовала, тогда же у нас запорожец был, там, Жигули, вот, она рисовала очень клевые машины, она говорила, будут люди владеть там каждыми первыми машинами этими классными и так далее. Вот, потом они перейдут на чистую энергию, ну, на электричество, потом на какую-то другую энергию с бензина там и чего они там перейдут на электричество, а потом будет какая-то вообще безопасная технология. Ну, после этой безопасной технологии машины будут летать, с земли их уберут. Она еще говорила, то, что машины будут управляться без людей. Строительные машины, все краны там, на улицах все будут беспилотники, летающие машины будут без водителей, машины на заводах, то есть, если раньше это ручной труд был, то все эти машины, летающие машины уже разрабатываются по всему миру в разных странах. Да, но к 35-му году это будет, ну, как бы все везде нормальным. Это будет норм. Даже с 25-го года уже будут они появляться, она говорила, что с 25-го года вот прям появляется, да, и к 35-му году это уже норма, это уже все, ну, как бы все летает. Вот 25-й, 35-й, вот я прям машина-машина эти запомнила, очень интересно. И у нас очень много останется людей, ну, прям вообще, прям без работы. Искусственный интеллект заменит практически все профессии. У нас не будет медицины с людьми. Это я все рассказываю про это столетие. То, что будет дальше, я потом отдельно расскажу. У нас не будет медицины с людьми, у нас не будет косметологии с людьми, у нас не будет вообще ни одного предприятия с людьми, потому что все будет делать роботы. Все будут делать роботы. Сначала эти роботы, чтобы не пугать людей, будут делать, стараться непохожими на нас. Пылесосы кругленькие, какие-то сейчас, ну, всякие роботы у нас есть. Они уже заполонили наш мир. Но к 40-м годам, 30-40-е, роботы будут настолько неотличимы от людей, что мы будем даже не разбираться. Робот это, блин, или человек без специальных технологий. И да, у нас не будет паспортов, у нас будут вшиты чипы. Хотите вы этого или нет, но вживление чипа будет рождение прямо. Управлять всем роботами, технологиями мы будем через чипы. Причем сначала это будет даже не изначало, сразу. чуть ли не силой мысли. Буквально на прошлой неделе я посмотрела одно видео, как изобрели технологию, она уже есть, ее презентовали, что ее разрабатывают для тех, кто в коме, для тех, кто спит, чтобы считывать его сны и переводить в картинки. либо для тех, кто не может говорить или что-то связанное с людьми, у которых проблемы со здоровьем, еще что-то, еще. Чтобы переводили мысли и сны в картинки и эти картинки робот как-то расшифровывает и показывает, что человек хочет сказать, даже если он не в сознании, даже если он спит, или он в коме, или как-то ему обратную связь давать. Эта технология уже разработана. Причем она была разработана еще лет пять назад, но ее презентовали вот сейчас. И вот эта технология будет у нас в магаз. войны у нас были всегда. Про 92-й там помните у нас Чехословакия разделение было, Иран, Ирак, куча-куча-куча войны нам про это все рассказывала, потому что про эти все войны знаете смысла если нет рассказывать. 2000-е страшно даже рассказывать. Она не говорила конкретно Украины или что-то еще про войну вы сейчас спрашиваете. Она говорила, что у нас будет война России с Европой и с ближайшим зарубежьем подключится Китай. Очень много в ближайшие годы будет войн. Практически весь мир будет охвачен всякими войнушками. Это будет непрекращаемая херня в течение довольно-таки длительного периода. Не могу сказать какого. Потому что оно там начинается притупляется опять там в другом месте начинается притупляется так локально. Вот. Дальше она сказала, что где-то через 30 лет примерно, может быть 40, у нас начнется холодная война, невидимая для нас, когда действительно вот о том, что сейчас говорят, треть населения планеты, даже две трети может быть, будет стерта с Земли искусственно выведенными вирусами. У нас будет биологическая война. Эта биологическая война у нас уже началась, мы в ней живем. К сожалению, кто еще верит в том, что эти вирусы от летней мыши там начались или еще что-то, это все херня. Вот. Все эти вирусы, они созданы как биологическое оружие уже очень-очень давно и выпущены по плану, как это и должно было быть. Таких сведений, кто это, там, элита, глобалисты, там, еще что-то такого, конечно, я не слышала такой информации, просто биологическая война. Все страны будут воевать друг с другом, нападать, чистить население. После этой биологической войны уже начнется третья мировая, когда будут ядерные взрывы. Причем ядерные взрывы будут по всей планете Земля, кроме, я запомнила это очень хорошо, потому что я жила на Камчатке, и она все упиралась, что единственное место на планете, которое не будет захвачено войной, это полуостров в виде рыбы. Я знаю, что полуостров в виде рыбы это Камчатка, и вот она упирала, что это единственное безопасное место третью мировую войну, ядерную. Но сейчас у меня большие сомнения насчет Камчатки и что полуостров в виде рыбы надо искать где-то в других местах на карте. Не знаю. Это мое мнение. Она уверяла, что это единственное место там. Под сомнением. После Третьей мировой войны у нас будет Четвертая мировая, когда как бы это не смешно не было сказано, но на 50 почти лет машины захватят мир и все человечество и сделают их рабами. Искусственный интеллект 50 лет будет держать в рабстве людей, потому что им нужно будет делать эксперименты до того, как он потихонечку начнет в рабство сажать людей, у нас люди будут на 80% переделанные. Ну, например, у нас увеличится срок жизни, ребят, очень скоро мы не будем умирать 100 лет, 200-300 лет это нормально будет. Вот. Мы будем настолько переделанные, что искусственные руки, там, ноги, печень, почки и так далее, легко будет заменяться. Легко это все будет делать, легко будет делаться, легко будет заменяться. И поэтому срок жизни будет долгий. И искусственный интеллект пожелает, не знаю, не знаю, какими словами даже это рассказывать. Сгибридится с человеком, что ли, как это сказать. Будет ставить эксперименты. Но мы потом отвоюем свое место и расправимся с этим искусственным интеллектом. Хеппиент будет, но не скоро. как и не скоро мы будем в рабстве. Наши следующие поколения через какое-то такую херню увидят. Дальше. После холодной войны биологического оружия, потом Третьей мировой, которая будет ядерной, ну выживших будет, конечно, немного. и компьютеры легко поэтому и смогут этим всем совладать. Мы будем бесплодны. Причем биологическое оружие, которое сейчас используют, практически делает нас бесплодными и рожать мы не будем. У нас эта функция атрофируется вообще через несколько поколений. где-то 2200-300 год. У нас не будет такой функции даже. У нас не будет вообще таких вещей. Дети будут все искусственно выращены. Если они нам нужны. но сильные потребности так как увеличится срок жизни в клонировании людей не будет особо. Потому что все, что нужно делают роботы, а все, что если мы долго живем, то зачем нам потомство. ну какие-то будут, но это не будет распространено. Мир на земле после третьей мировой войны восстановится сразу же после того, как выберут первую женщину президента. причем она станет где ее выберут. Я не скажу, потому что она станет президентом всей земли. Ну, то есть это будет президент не какой-то отдельной страны. У нас уже границы меняются и в ближайшем будущем 10-20 лет у нас очень сильно поменяется карта. Очень много стран будет объединены на уровне. Не будет никакой отдельной России, как и других остальных государств. Очень много будет передела. Так, можно я сейчас три секунды отвлекусь, почитаю, что тут пишете. Неудивительно, почему много двойников в мире. Капсулы для здоровья уже существуют. Летающие машины уже разрабатываются по всему миру. Как жить-то? Так и жить, кайфовать. Блин, оставьте все волнения и просто наслаждайтесь жизнью, пока она у вас сейчас есть. Как же то, что мы сами создаем реальность? Ну, мы сами создаем такую реальность. Мы боги, творцы, у нас все предопределено. Творца. Войн не будет, зависит от коллективного сознания. сейчас много людей осознанных улучшений в мире, начиная с Светланы. Вы заблуждаетесь. И будет нам служить долгое время. Все верно, но не все время, а потом он у нас захватит нас. Что бы мы не делали, то мы себе создали изначально, все будущее уже существует. Уже мы ее проживали и сейчас будем осознанно проживать. Это мы создали это будущее, оно нам нужно, мы будем проживать. Хотите вы этого или нет. Мы в других телах. Что то будущее совсем не радужное. Успокойтесь, нормально. так, по технологиям, то, что скоро у нас супер классные технологии будут и уже есть, внедряются и все будет управляться легко, силой мысли, глазами, жестами. Это будущее, которое на подступах уже наступило на нас практически. С очень многими болезнями справимся. Продолжительность срока жизни у нас увеличится. так, сейчас помню какие-то моменты. Войны перейдется пережить. Ничего вы с этим не поделаете. Но вы как и будете продолжать жить, так и будете. Просто вы будете в других телах продолжать жить. Вы каждую секунду меняете тела, просто вы этого не осознаете. Можете даже не попасть по этому поводу. Там столько моментов было интересных, кайфовых. даже не знаю, про что. Я помню десятитысячные года. Хорошо. описанию. Там семитысячные, десятитысячные. Представьте бесформенная жилинная масса. Скоро мы будем телепатически с вами общаться. Наши языки сведутся на нет. Мы и так телепатически общаемся, просто не знаем эту азбуку мира. Ну, кто-то знает, большинство не знает, как ее расшифровывать и передавать это все. Вот. Скоро просто с малолетства этому, этой азбуке мы обучимся. В общем, будет такая бесформенная железная масса. Наше тело претерпит изменения. Там очень много будет трансформаций изменений тела. Но это очень далекое будущее. Семидесятитысячные годы. Представьте, просто желейное тело, которое не двигается за всю свою жизнь. Просто в одной точке сидит и находится все время в компьютерной, ну как, не компьютерной, ну сейчас только так назвать, виртуальной реальности. То есть наши миры будут как в виртуальной реальности. Вот как в матрице. Фильм смотрели? Ну нечто подобное. В ближайшие годы у нас наши поколения будут уходить в виртуальную реальность. Больше и больше будут люди проживать там, нежели чем в реальном мире. Они выбирают это сами. Им это покайфует. Им это нравится. Поэтому нечего тут бояться. Это выбор будет каждого. Быть в виртуальном больше мире, либо в настоящем. Но наш настоящий мир такой же виртуальный, поэтому тут просто матрешка одно и то же. У нас очень много валют в этом мире скоро перестанут существовать. Насколько скоро, не скажу, но в ближайшие годы. по катаклизмам. Она рассказывала про очень много цунами, наводнений. Это как раз будет параллельно с биологической войной, тихой, невидимой. Когда очень много разрушатся стран, все на земле. природа будет воевать с нами по-жёсткому, очищая свое пространство, потому что люди хуже зверей. Многие. пока у нас не сильно так уже нормально землетрясения. В Турции были где-то на Гавайи, где ещё наводнения. Очень много жизни буду вносить. к 40-м, 30-м годам будет очень много таких случаев и будет потоп, что затопит практически одна треть суши будет затоплена из той суши, которая у нас есть. Вообще под водой полностью. Очень много стран будет стёрты с карты. но будет ещё новая какая-то суша. Причём каким-то образом, но сейчас я понимаю, каким, для меня это была загадка, очень много будет новой суши. Если посмотреть на людей, которые верят в плоскую землю, то за пределами северного стены вот этой ледяной вокруг нас, есть ещё земли, которые люди откроют для себя. Она тоже мне говорила, что земля не круглая, но она не объясняла, какая. Вернее, не круглая, а не шар. Из разных источников просто дозированная информация. Нелли сейчас всё клиент в формате говорит. нет, это не так. Я семь лет назад, нет, не семь, пизжу, девяносто, ой, две тысячи, мне эфир, жалко, этот не сохранился, но кто видел, тот видел. Я об этом рассказывала ещё сейчас какой, 2023, да, я на Шри-Ланку поехала, в 98-м, ой, в 2008-м, в 2008-м, в 2008-м, в 2008-м, а, в 2018-м году у меня вышел этот эфир про, ну, то, что я сейчас говорю, я ещё знать не знала про эти вещи, про плоскую землю, про конспирологию, там, про вот эту всякую фигню, я ещё в 98-м году вообще даже это не изучала, ещё в помине не было этих вирусов, ковида, и всё какой-то фигне, и я вот тоже самое рассказывала в 2018-м, да, в эфире. я это знаю, ребят, с первого класса, и сейчас я просто каждый год получаю слухи и подтверждения в интернете об этом, и меня это реально очень сильно шокирует и удивляет каждый раз, я такая, не хотя себе, то есть то, что я сейчас рассказываю, я вспоминаю слова этой женщины, так как мы сидели, и вот она мне это рассказывает, я вам пересказываю, вот, естественно, уже с подвертанными воспоминаниями, но это не взято ничего из групп, которые вот сейчас последние там 4-5 лет транслируют про все, что происходит вокруг. Алдена или как вас, я просто сейчас заблокирую здесь в группе, если вы будете спорить со мной, потому что я говорю то, что я услышала в 91-м году. Сейчас я просто получаю об этом информацию в разных источниках, подтверждающие мои знания. Если вы мне не верите, идите нахуй. Ну, ты что, давайте вообще заблокируем быстренько. Короче, мне не нужны вот эти вот люди, которые сидят, вот, короче, городят всякую ерунду. Так, копировать ссылку. Такая я злая. подождите одну секундочку. Я хочу ее убрать в черный список. Заблокировал. Не обещайте меня, пожалуйста. Я согласилась вам рассказать знания, о которых я стараюсь не делиться. И за всю мою жизнь я мало кому об этом рассказывал. Потому что меня могут принять за сумасшедшую и так далее. Но тут я решила с вами поделиться, да, и сидите, не верите. Ну, идите, не верите. Не буду я вам рассказывать. Так, еще надо еще здесь в чате заблокировать. Так, одну секундочку. Тут пробешиваете меня, мне настроение портится, и не хочется ничего рассказывать. Так, как здесь заблокировать в чате? А в чате я не знаю, как блокировать, к сожалению. То есть у нас же тут два чата, правильно? Может, кто подскажет? разрешение. разрешение. О, черный список, отлично. Все, заблокировал двух чат. еще кто-нибудь ничего не расскажет, пойдет в бан. Не верите? Идите в бан. все, чтобы мне никто не портил настроение, просто пару секунд, ну ладно, пару минут. поправила за то, чтобы заблокировать человека, не видеть бесконечно эти сообщения бесячие меня, отвлекающие. так, на чем я остановилась? По поводу войн. Они у нас, к сожалению, сейчас из биологической войны невидимой перейдут в Третью мировую. К сожалению, мы с ней столкнемся, как бы мы позитивненько не думали, потому что все почему-то нам нужно. Мы через это все должны пройти. Мы это создаем для себя, для себя, для познания и так далее и тому подобное. Сейчас не смешивайте особо мои эфиры про про что? Про квантовую физику. Так, прервусь. Тут был такой интересный вопрос. Есть ли еще общий групповой сеанс движения сердца? Движение сердца все время провожу в своей закрытой группе. Подписаться можете на нее, я везде ее рекламирую в любом моем чате, канале, в чат-боте, ссылками под YouTube есть мои каналы, где можно подписаться. И сеанс такой у меня следующий будет в среду в 20 часов. Можно спать, но перед этим нужно будет кое-что сделать. Вот. В закрытой группе я провожу это. В закрытую группу попасть можно, записавшись через чат-бот. Тоже ссылки везде есть. Если что, мне потом напишите в личку, я вам дам ссылку. На месяц закрытая группа это курс с заданиями на каждый день, где выполняете одно простое легкое задание, чтобы поменять свое мышление, поменять свою реальность, трансформировать шаблоны, что-то поделать, переводить свои мозги из этого негатива. В когнитивную сторону, как менять там свои привычки, каждый день что-то меняем, что-то делаем. В общем, много-много-много заданий. Сотни уже 120 есть, и еще надо дописать. У меня много заданий накопилось, которые надо выложить. И я там провожу периодический сеанс бесплатно. В месяц стоит 390 рублей всего. То есть, если сеанс стоит у меня 50 евро без разбора и 100 евро с разбором, то там бесплатно я провожу. Ну, как минимум пару раз в месяц точно. Иногда чаще. Вот. Так что в закрытой группе провожу. На чем я остановилась? Про войну. Войны будут. Ребята, мы от них никуда не убежим. Но нам просто нужно научиться. Мы эту войну создаем. Не просто же так с вами, да. Нам нужно с вами научиться принимать и любить себя. и ближнего, как самого себя. И без вот этого вы просто это никогда не поймете. И конфликты с самим собой, которые нам транслируют внешние конфликты, да. Нам нужно научиться преодолевать, разбирать. То есть, все то, что мы создаем предопределено. Это не изменить. Но это предопределенное мы создаем для себя, для опыта. Мы вообще творим свою реальность и учимся творить. Во многих эфирах уже сказано, но вы ни хрена еще до этого не дошли и не понимаете. Я просто поражаюсь, как это можно не понять. Все эфиры направлены не для того, чтобы научиться реальность творить и изменять ее, а для того, чтобы видеть, кто сотворил вы как творец познали в себе. Потому что мы все творим, чтобы познавать себя. А вы хотите научиться творить, чтобы создавать во мне очередные свои, очередную свою мишуру, благ, да, чтобы якобы быть счастливым и радостным. но мы это создаем вовне только для своего собственного познания, кто мы и что мы. И из чего мы состоим. И мы внешний мир этот создаем, чтобы его щупать, да, и видеть в зеркале себя, ощущать себя. Мы себя щупаем вовне, потому что мы материализуем себя в плотную форму в этом теле и за пределы этого тела, да, чтобы себя изучить. И мы себя через все это будущее будем изучать. Оно с вами свершится, хотели бы вы или нет. Понятно, изменения происходят не от того, что вы что-то в мире поменяли, а вы поменяли к этому отношение. Вы просто перестаете реагировать на это, да, и поэтому нет проблем. И все хорошо, и у вас мир. Вокруг идет война, а у вас мир. Одновременно у одного война, а у другого мир. Потому что вы отношения разное к этому миру предъявляете. Но сами материальные формы событий, да, вы не поменяете. так, ладно, все, не буду уходить в эту тему. Я хочу рассказывать про наше будущее. Каждый эпизод, каждого слова такой точностью произошел. Сейчас уже года немного размываются, но тогда на свежей памяти я каждый год наблюдала про новые технологии, про конфликты вовне. Войны у нас как были, так и есть. Просто вы даже не знаете, наверное, в 90-х, что у нас куча войны была. Война в России обоевала, у нее столько было войн в разных странах, блин, вы даже это не слышали, я не знаю, по телеку это мало показывали, даже не показывали, об этом не говорили, вот, но бомбили всегда и везде, и вам казалось, что вы жили в радостном мире, а давайте теперь интернет открывайте и пишите. События 91-го года, события 93-го года, события 95-го года, и посмотрите, где, блин, какие войнушки шли. Вы удивитесь, что это всегда с нами было, да? Ну, ваш фокус внимания был на другом, но это было, и это то, что будет дальше, тоже не поменяется. Вопрос просто ваше восприятие отношений к этому. Дальше. Попортила мне настроение эта девушка, и я теперь не могу сконцентрироваться, что там будет дальше. Про компьютеры я сказала, что скоро, ребят, у нас голограммы будут. Компьютеры в виде голограммы. Клоны среди нас уже, да? Очень много болезней мы излечим. Машины будут летать. бомбежки рано или поздно закончатся. Какой-то период после войны мы будем мирно жить с женщиной президентом, которая будет во всех странах одна. Страны у нас объединятся, карты поменяются. Под водой будет одна треть суши точно. Может, чуть побольше. Численность населения сильно сократится. Срок жизни очень сильно увеличится. Рожать мы не будем. Во-первых, сейчас уже вот этим оружием, которое нам меняют с этими вакцинами, не только мы их уже вдыхаем, это биологическое оружие, уже колоть ничего не надо. Достаточно просто выйти на свежий воздух и уже получить ударную дозу биологического оружия. Ну, кред с ним. Вот. Бесплотность сейчас будет. просто проявляться во многих жестко. Ну, а в итоге потом это просто нам не нужно будет, потому что строк жизни будет другой. Ладно. Про бескорменную фигню вот я начала говорить. Блин, в 2007-20000 и в 2007-20000 годах у нас будет просто желейное тело, представьте. И мы телепатически будем общаться, мы не будем говорить, у нас не будет глаз, носа, рта. Это настолько далекое будущее. Вот. О, начинаю вспоминать некоторые моменты. Где-то через пару сотен лет нас будут обслуживать компьютеры, что мы тоже практически не будем выходить из дома, просто будем находиться все время в виртуальной реальности. Жить, работать, знакомиться, общаться. Нам просто подвозить будут еду роботы на дом. И все. Смысл выходить не будет на природу. Но мы себя доведем до этого сами, что наше поколение просто следующее. Как мы жить не захотят, они этого не поймут, как мы живем. что еще? А! Ребят, скоро к нам приедут друзья. Я не знаю, насколько эти друзья будут добрыми, этого я не помню, но мы познакомимся с другими цивилизациями. Это факт. вот. Откуда они придут, не скажу. что еще рассказать? Я ни хрена не помню. Что нам еще? Что еще нужно рассказать? Про интересное будущее. Давайте вопросы, может, в каком-то направлении. просто что-то дальше не идет, не хочется, я не знаю. На этом стоп хочется сделать. Какое-то у меня странное чувство. а вот про левитацию будет или нет. Про левитацию я такого не помню, но я точно помню, что будут технологии перемещения на очень далекие расстояния за пару минут, может быть, и даже меньше времени, как быстрое мгновение телепортации будет. Еще в 80-х годах знание сила была такая книжечка, я ее читала в 90-х, но она с 80-х издавалась, по-моему. здание силы, кто помнит такие небольшие, очень интересные. Там было про зеркала Козырева, про разные всякие интересные телепортационные штуки, которые уже тогда учеными разрабатывались, и можно было попасть с одной точки А в точку Б на другое расстояние, но потом эти эксперименты закрыли, это есть, эти технологии до нас снова дойдут, и у нас будет перемещение быстрое, вот, и машины к тому времени летающие тоже отпадут в необходимости. Это тоже будет. А так и будет разделение на бедных и богатых? Сложный вопрос, потому что я не помню, к чему его привязать. Больше такие события технологии рассматривали, потому что мне больше это было интересно. А так как у меня с географией было очень плохо, и что я вообще не знала названия других стран, ну, прикинь, да, в первом классе, о чем я вообще могла знать. Не, ну, я знала там Африка, Америка, какие-то, ну, вот эти континенты, еще такой желтый журнал был, Мир назывался, да, там вот это все, конечно, было, но вот в таких подробностях, поэтому какие-то глобальные вещи, где будет какая война, да, мне было мало интересно, я умом это не застревала, и, соответственно, ну, политику мне тоже было неинтересно копаться, а вот технологии было интересно, поэтому сложно сказать про бедных богатых, это же все политика, вот, есть еще такой один момент, мы этого не застанем, наши внуки тоже, не помню, разы-то в годах, но не в этом веке точно, хотя нет, я про это не, мысль у меня потерялась, о чем я сейчас хотела сказать, я скажу, что мы застанем в этом веке, что мы будем использовать электричество, у нас отпадут все виды электричества, отпадет необходимость использования все виды электричества и топлива, и обслуживание искусственного интеллекта и роботов и компьютеров будет наполовину связано с нашим участием и с самих компьютеров, то есть они сами себе будут вырабатывать энергию для своего существования и наше тело в симбиозе будет вырабатывать энергию для поддержания этого компьютера, то есть я даже не знаю как это объяснить, вот, ну что я наблюдаю сейчас, то что еще в 80-х годах Билл Гейтс, да, 90-х, 80-х, надо патент посмотреть, уже создал технологии, как майнить энергию человека, вот, естественно, это ничего пока не внедрено, хотя попытки, ну, бывают, но эта технология пойдет не во вред, вот в черном зеркале, допустим, есть серия, где люди крутили педали, жили виртуально реальности, зарабатывали циферки, вот сколько вот они провернули на велосипеде кругов, да, педали, провернули ногами круг, столько они наманили денег, и они эти деньги как бы тратили для того, чтобы одеть виртуальной реальности своего аватара, и за счет вот этой энергии компьютернизированная вот эта система, в которой они жили, да, она питалась, то есть искусственный интеллект питался для того, что люди крутили педали, вот, здесь просто что-то похожее, но это не это, конечно, где за счет нашей энергии, нашего тепла, как-то, не знаю, как это будет происходить, я без понятия, я не ученый, я в этом не разбираюсь, вот, но то, что мы будем подпитывать сами в симбиозе искусственный интеллект, то есть когда у нас чипы эти будут вшиты, то есть мы будем с искусственным интеллектом в симбиозе все тут вокруг видеть, творить, создавать, общаться, как параллельный виртуальный и настоящий мир, это настоящий мир, он такой же виртуальный, не буду заострять на этом внимание, они будут подпитывать от нашего, получать подпитку от нашего мозга для своего существования, то есть у нас будет такой симбиоз, это не плохо, не хорошо, до тех пор, пока, вот говорю, и не захватит нас, но это будет уже после Четвертой мировой войны, Четвертая мировая война тоже не скоро, еще после третьей долгая-долгая счастливая жизнь, поэтому не переживайте, ну, вы это точно не застанете. Сериал Чертное зеркало во многом про будущее. Да, я вообще все фильмы, какие только увидела, блин, они каждый раз меня окунают, блин, вот так вот с головой в воспоминания об этих школьных моих годах, когда я слышала эту историю от этой женщины, и каждый очередной фильм я просто смотрю и просто охереваю с собой, что насколько четко совпадают ее слова, которые я слышала в детстве, и просто удивляюсь, я не перестаю удивляться бесконечно всей этой информации. Поначалу я не верила в это ничего, пока сейчас вот это все не стало резко происходить. Бум технологии, насколько резко он вошел, и я просто охреневала с телефонов, с компьютеров, с роботов-пылесосов, с умного дома, с того, что вообще творится, с технологий, которые у нас сейчас есть. И в медицине у нас офигенные технологии, но для непростых людей, для смертных у нас медицина просто в доисторическом веке сейчас. Но на самом деле технологии есть, но они не используются пока для нас. Это пока не выгодно. Но эти все издерживающие факторы, которые не выгодны сейчас для людей, нам это хочется, но не выгодно для тех, кто бабки зарабатывает. Парм-промышленность, пищевая промышленность, промышленность выпускающая, им не выгодно, чтобы у нас была медицина, у нас образование, чтобы было у нас. Это все сдерживается. Но до поры до времени. В скором времени после войны война подтолкнет к тому, что все эти технологии очень быстро внедрятся и начнут использоваться во благо людей наконец-то. Вот, то есть тоже хорошие новости. Для нас многие вещи, о которых я говорю, очень страшные, кажется, но это будет нормально. То есть вы не переживайте. что еще сказать? Благодаря войнам мы сможем выйти из этого каменного века, в котором сейчас живем. и сделать резкий эволюционный скачок в технологиях, который нам будет на благо, который нам будет на кайф. Но это будет через такую боль, через войну, через смерть, через... Но нам придется это пройти, чтобы вся промышленность все эти нефтяные стуки, заводы и так далее, все кануло в лето, чтобы это все нахрен с земли было. Потому что они сдерживают наш процесс эволюционный с технологиями и не дают, как бы они есть, нам это не дают, еще, блин, как эти, как динозавры с вами. Не дают пользоваться технологиями, все решают деньги, но скоро эти деньги ничего не будут решать, ни деньги не будут решать, мы не будем зависеть от этих корпораций, которых тоже нахрен не будет. Будет такой офигенный рассвет, но до него придется пережить вот эту биологическую войну, третью мировую, которая буквально 15 лет будет в разгаре 10-15. Потом будет рассвет, а потом, говорю, будет четвертая технология с захватом ИИ, 50 лет. Но даже внуки наши не застанут этой фигни. Это прям очень-очень далекое будущее. Но мы ее застанем в других тьмах. Что еще сказать? Вот если бы не спросили, в каком направлении телепатия. Телепатия это то, чем мы сейчас пользуемся, но мы просто не знаем алфавит азбуки, считывание информации. Это все скоро мы узнаем. Нам вообще общаться обычным языком скоро даже не нужно будет. Вот так мы сильно эволюционируем. Что еще? Телепортация будет? Летать мы не будем. Левитация летать? Нет. Сквозь стены тоже проходить мы пока не будем. У нас тело пока еще материальное. Мысли читать очень быстро научимся. но также и защищаться от того, чтобы не читали мысли тоже научимся. Обозование очень интересно. Тоже в этом концу этого века может быть 80-90-е 2000 80-е 2090 уже под самый-самый-самый конец. У нас будет возможность мозга расширена за счет искусственного интеллекта настолько, что то, что мы впитываем информацию сейчас годами, можно будет получить за одну минуту. И это все переварить и осознать. То есть у нас будет настолько очень быстрое поглощение информации, скорость, что прям очень круто будет. И это все будет на пике к концу, но сейчас уже начинается у людей открываться и не начинается пока. Это будет после Третьей мировой. Сейчас пока есть еще много сдерживающих факторов, которые направлены только для того, чтобы разрушить тело, разрушить мозг, чтобы мы ничего не думали, были жесткими рабами всех этих корпораций, которых не станет. Сдерживающих факторов, которые губят нас, алкоголь, наркотики и так далее, вот этих не будет, еды, которая не дает нам осознанности вообще ни хрена. У нас начнется очень быстрое поглощение инфы, то есть восприятие этой инфы, и тонны просто этой инфы быстро может будет проходить. Ты уже читаешь, хотела спросить про проходить сквозь стену. Нет, мы не будем сквозь стену проходить. Мы же физические объекты, зачем нам через физические объекты проходить? Нет, не будет такого. Еще будет такой момент, у нас еды с вами с вами не будет. А, я вспомнила, что она интересное рассказывала про принтеры. Она говорит, у нас будет принтеры печатные. я не помню, как она это называла. Она говорит, будет машины, технологии, которые смогут напечатать все. Хочешь дом, хочешь кружку, хочешь тарелку, хочешь одежду. И у нас сейчас действительно есть эти принтеры печатающие. Я сама пошла и посмотрела на печатающий принтер, который зубы печатает. Я просто охерела. Я в первый раз своими глазами увидела вживую печатающий принтер зубов в поликлинике. Скоро у нас эти принтеры, они сейчас уже и так распространены, но скоро этот принтер будет в каждом доме. Мы будем себе печатать все, что хотим. тоже будет интересная тема. Но опять же, после того, как мы разрушим успехи, третья мировая война пройдет, когда разрушим все вот эти сдерживающие факторы, которые нам не позволяют пользоваться этими технологиями, внедрять, потому что большие, огромные деньги у корпораций, которым нужно, чтобы мы еще в рабском условии с вами жили. Поэтому через войну неизбежно пройти, она нам нужна. Хотя очень много людей погибнет, к сожалению. Но больше людей даже не от войны погибнет, а от катаклизмов, которые будут. Но ничего не надо бояться, вы не переживайте, мы бессмертны с вами. Я во сне помнила формулу, как проходить сквозь стену, а просыпалась, я забывала. Во сне мы и летать можем, и телепортироваться, и быть разными существами, и одновременно находиться, и осознавать несколько миров, вот, чего мы только не можем. Когда ум не вмешивается, можно все. Что еще хотите услышать? В каком направлении? Я не знаю, про медицину я уже сказала, многие болезни просто печатать будем себе все, что хотим. Машины полетают, а потом исчезнут вообще, потому что у нас будут пункты такие, типа, как метро, зашел и телепортировался в другую страну. У нас страна будет одна, но мы телепортируемся, например, на другой континент. С пришельцами я не помню, когда у нас будет встреча, в этом столетии, в следующем, но тоже не сильно далеко, то есть, если не мы, так может быть правнуки наши, это застанут. Вот, только откуда они, вот этот вопрос пока не тогда я не поняла, не сейчас не понимаю, потому что если наша Земля не имеет, допустим, шар, да, и других планет, галактик, может быть, и наши Земли, ну, по этому измерению они просто живут где-то дальше, если это Земля плоская, если Земля круглая, а у нас есть планеты, откуда они прилетят и каким образом я не знаю, короче, это тема под завесом, но мы с ними познакомимся и они не враждебные, это то, что женщина рассказывает, что я из пабликов слушаю всякие прогнозы, непонятно откуда они берутся, что это будут враждебные и что это вообще изначально будут наши, которые будут косить, что нас напали инопланетяне, на самом деле такого не будет, это как третья мировая война начала, я этим слухам тоже не верю, я не знаю, в общем, то, что эта женщина в девяносто первом году мне говорила о том, что мы познакомимся с другими цивилизациями, это я помню, вот, как мы познакомимся, не знаю, все, ладно, я бегу, ухожу, спасибо вам, целый день с вами провела, очень рада была видеть на своем сумасшедшем эфире, блин, он реально сумасшедший, сейчас все начнут пихать, Нелли, о чем думаешь, что и будет, я за мир отменяю, акцептирую, ребят, небо вашей веры, вот, все, целую, обнимаю, пока-пока, теперь, вот, как это сохранить, так, альк, пока, пока. Продолжение следует...